Подробности вечернего ДТП на Белгородском шоссе в милиции не рассказывают. Очевидцы говорят, автомобиль ехал по левой полосе, а чтобы обогнать чуть притормозившую машину, резко сдал вправо. В это время вдоль бордюра ехал велосипедист. Машина его сбила и помчалась прочь. 56-летний мужчина умер на месте. У него велосипед освещен. Это совершенно точно, потому что у него обувь специальная, футболка специальная, колесики всякие, фонарики, я не знаю, как они называются. Но то, что у него велосипед светился, это точно. Родственники о гибели Владимира узнали спустя сутки. Уверены, правоохранители тянули время. Водителем оказался работник транспортной прокуратуры. Мол, дело хотели замять, но очевидцы запомнили номера машины. Автомобилиста задержали на следующий день. Сказали, что явился с повинной. Это смягчает наказание. В прокуратуре утверждают, это их бывший сотрудник. За неделю до аварии уволился. В милиции настаивают, кто виноват в ДТП, пока рано судить. Сейчас по механизму происшествия назначен ряд экспертиз. Будут исследования и велосипед, и автомобиль. И уже полностью будет механизм ДТП установлен. Превысил ли скорость и был ли пьян? В милиции и на эти вопросы не дают ответа. Есть очевидцы, которые видели, с какой бешеной скоростью неслась эта машина. И обгоняла машины, по-моему, и справа, и слева. С баллончиками краски в руках они создают новый памятник. Белый велосипед установят на месте, где погиб Владимир. Велосипедное братство Харькова уже давно собиралось поставить байк в память об умерших товарищах. В мире везде ставятся именно белые велосипеды. Белый велосипед – это гостбайк, на английском велосипед-призрак, как мы его еще называем, велосипед-ангел. Они приводят грустную статистику. В прошлом году на дорогах Харькова погибли 8 велосипедистов. И только двое из них были сами виноваты в аварии. Бывший чемпион мира по велосипедному спорту Василий Жданов говорит, его самого недавно сбил автомобилист. Недалеко отсюда машина неслась с бешеной скоростью. Ужасно как. Просто велосипедисты сегодня на дороге не признаны никем. Поэтому мы как бы выживаем на дорогах. Но и сами велосипедисты не всегда ездят по правилам. Соглашаются спортсмены. Они считают так, что если они на велосипеде, то они могут и на красный свет поехать. Хотя бы частично разрешить проблемы велосипедистов обещают городские власти. Укладывать велосипедные дорожки дорого. Решили отделить специальную полосу на магистралях. Везде, где есть возможность изменить геометрию дороги, это везде делается. К сожалению, это не везде возможно. Родственники погибшего Владимира говорят, он как раз выступал за то, чтобы вдоль лесопарка восстановили велосипедную дорожку. И погиб на этом месте. Потому что ехал по трассе. Надеются, что хотя бы после смерти мечта Владимира осуществится. Виктория Лукашева, Алексей Жучков, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».